Кайрлы Тан! В эту пятницу вам желают доброго утра ведущие канала Белимжени Мадиньет Чингис Капин и Зара Исинаман. Мы приготовили для вас много интересного. Смотрите сегодня в программе. В ближайшие полчаса побываем на выставке «Легенды и мифы Древнего Востока». Вспомним мудрость Великого Абая. Узнаем, что происходит в мире из дайджеста зарубежных новостей. Познакомимся с кинопрограммой Белимжени Мадиньет на выходные дни. И отведаем горячих баурсаков. Оставайтесь с нами! Сегодня 7 августа. Ровно 20 лет назад в Алматы в Доме кино состоялась презентация фильма «Абай». В ней принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Эпическую драму сняли по мотивам одноименного романа Мухтара Ауэзова о жизни, любви и творчестве великого казахского поэта, просветителя и мыслителя Абая. Фильм представляет собой объемное повествование о жизни в казахской степи, быте, родовых и человеческих отношениях в среде, где проходит юность поэта. Роль Абая сыграл Габиден Туракбаев, режиссер Ордак Амеркулов. В отрочестве Абай стремился освоить высокие образцы ораторского искусства, обычаи и правила, по которым жил народ, примеры честного судейства, сложных и спорных вопросов между людьми и племенами. Во все времена искусства слова ораторские качества очень высоко ценились среди кочевников. Народные сказатели, ораторы, поэты, мастера устного рассказа дали огромную духовную основу творчеству Абая. Он понял, что мудрость жизни кроется в народных сказаниях о батырах. С юных лет с упоением слушал он акинов и мудрых старейшин, впитывая в себя образцы народной поэзии и подражая им, стал сочинять свои стихи. Наш холоден ум наподобие льда, Горячее сердце согреет всегда, Разумность и такт, прозорливость терпения, В нас в воле рождает тугая узда, Держа в триединстве ум, сердце и волю, Ты к цельности редкой придешь без труда. В родном доме Абая всегда с радушием встречали талантливых и мудрых людей. Частым гостем был знаменитый поэт Дулат. Он распознал поэтический дар Абая Еще в юношеских стихотворениях И благословил будущего поэта. Сегодня у нас в гостях Музыканты фольклорно-этнографического ансамбля «Туран» Серик Нурмалдаев и Максат Медиубек. Скажите, насколько актуально сегодня Творчество Абая в музыкальной культуре? Песни Абая, они уже успели стать Достоянием, скажем так, народа. Они уже классические песни все. Это уже воспринимается как свое, народное. Даже сейчас очень многие композиторы Обращаются к творчеству Абая. Могу сразу же сказать, того же Карла Дженкинса. Слышал очень много таких поэтов, Точнее, композиторов. И мы тоже в своем творчестве Используем стихи Абая. Харас Юздера. Есть у нас композиция Толгау. Ахтутра имкуловы. Мы сделали обработку. И вот в конце мы используем стихи. Ребята, мы являемся большими поклонниками Вашего творчества, творчества ансамбля Туран. Я вижу, что Вы сегодня пришли С музыкальными инструментами к нам в студию. Мы не можем не попросить Вас Подарить музыкальную композицию Великого Абая. Пожалуйста, сыграйте нам. Серик сыграет... Айтем садим хлам хас. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо огромное. Насколько мне известно, также в вашем репертуаре есть знаменитая композиция Кузьмин Хараса. Да, она у нас есть. Я скажу даже больше. Мы делали папури на песне великого Абая, которую вы услышите в скором будущем. Серик, огромное спасибо за прекрасное исполнение композиции «Айтам Салем Халамхаз». Друзья, мы продолжим беседу с участниками фольклорно-этнографического ансамбля «Туран» через мгновение. Ну а сейчас давайте отправимся в музей имени Костеева на выставку «Легенды и мифы Древнего Востока». Окунуться в мир легенд и мифов Древнего Востока. Такую уникальную возможность предоставляет своим посетителям Государственный музей имени Костеева, где открылась выставка произведений прикладного искусства Китая, Японии и Индии. В экспозиции 65 экспонатов, выставленные из фондов музея. Среди них графические живописные работы, а также редкие образцы прикладного искусства. Все они знакомят зрителей с древними легендами и мифами Поднебесной, страны восходящего солнца и индийского субконтинента. Как говорит куратор выставки, на древневосточные экспонаты можно смотреть часами и все равно находить в них что-то новое, открывать для себя детали, которые незаметны с первого знакомства. Легенды и мифы, они привлекают людей с древнейших времен, они сочинялись еще века магии. Здесь у нас будет возможность почитать эти легенды. Конечно, не все, но, тем не менее, очень многие легенды написаны, и их можно почитать. Произведения, представленные здесь, они как бы с 16 по 21 век. 21 век. Последние произведения представлены 2003 года. Основную часть выставки составляет работы китайских мастеров. Здесь можно увидеть не только скульптурные изображения Будды, Лао Цзи, Конфуции, но и знакомиться с историей создания первой мировой религии, дооцизма и философским учением конфуцианства. Одной из ценных в экспозиции является китайская фарфоровая ваза с надглазурной росписью, датированная 19 веком. История ее созданий связана с легендой о прекрасной богине Запада Сиванму, празднующей свой день рождения один раз в тысячу лет. Легенда гласит, что именно такое время необходимо для созревания волшебных персиков, растущих в ее саду и дающих бессмертие. Зрители также могут познакомиться с красавицами Поднебесной, популярными при дворе императоров династии Мин. Они изображены на свитке, выполненном неизвестным художником по шелку растительными красками в 16 веке. В экспозиции объединены как предметы ритуальные, связанные с какими-то храмовыми, религиозными культами, так и предметы, которые можно было видеть в повседневной жизни, в быту людей, живущих на Востоке. И безусловно, я думаю, что действительно каждый предмет, каждая вещь наполнена символами, знаками, с очень большим множеством смыслов. Одним словом, каждый посетитель выставки сможет погрузиться в философский эстетический мир древних цивилизаций, где многие другие интересные экспонаты расскажут о встрече Нового года, фея-магу, фантастических животных и драконах, героев китайских мифов. Выставка продлится до 10 сентября. На календаре 7 августа, ровно 10 лет назад, в этот день, на сцене Дворца Республики прошел республиканский айтыс, посвященный 300-летию со дня рождения Раимбека. Раимбек – великий казахский батыр 18 века, сын Туке, внук прославленного Хангильды Батыра. Легендарный эпический борец за свободу казахов от джунгарских захватчиков, освободивший Семеречья. За храбрость Абалайхан назначил Раимбека одним из своих полководцев. В 17 лет Раимбек был признан батыром. В те времена людей ценили за настоящие подвиги, а не за происхождение и богатство. Когда наступали джунгары, Раимбек возглавил отряды самообороны, которым удалось спасти от гибели тысячи семей. Со временем его имя стало символом целого рода и приобрело священный ореол. Раимбек сыграл огромную роль в окончательном вытеснении джунгар с юго-восточных рубежей казахских земель. Раимбек проявил себя не только как отважный воин, но и как искусный дипломат. Понимая, что конфликты между народами могут вызвать кровопролитие, Раимбек убеждал враждующих мудрым словом. Он вел долгие переговоры с китайским ставленником Манжуханом и добился значительных уступок с китайской стороны. А в нашей программе настало время рубрики «Сокровища искусств». Передаем слово Галиену Рахуновой. Доброе утро, Галия. Доброе утро. Среди множества национальных традиций, одна из самых теплых и любимых, конечно же, национальная кухня. Запах горячих, с пылу, с жару бурсаков у всех нас ассоциируется с ощущением дома, семейного тепла, уюта и спокойного счастья. Казахская национальная выпечка, как древнее знание, облеченное в кулинарную оболочку. Сегодня в рубрике «Сокровища искусств». За долгую историю своего существования казахский народ выработал ряд традиций, связанных с повседневной жизнью и с проведением праздников. И важное место в этом ряду занимают ритуалы, связанные с гостеприимством. Усадить гостя на лучшее место, угостить его самым вкусным – ничего нет важнее для хозяина. Бурсаки, лепешки – эти кулинарные аналоги солнца с древнейших времен считаются символами гостеприимства. Бурсаки – один из главных элементов казахской кухни и народной культуры. Бурсаки – аналог хлеба, быстро готовится, ведь их можно пожарить в казане на скорую руку. Бурсак – это, наверное, самое известное казахское угощение. Даже в словаре тюркизмов русского языка есть это слово. И в словаре русского языка это слово было зафиксировано уже, ну, по крайней мере, полтора столетия назад. Так, в словаре Радлова этимология слова «бурсак» объясняется следующим образом. Он рассматривает это слово как «копчакское» по происхождению, и означало оно первоначально «внутренность». У нас часто этимологию связывают со словом «бауыр» – печень. Ну, например, филолог-казаховед говорила мне, что «бауырсак» имеет следующую структуру – это слово. «Бауыр» – печень, «исак» – это суффикс существительного, что в буквальном переводе означает «мягкая, как печень, лепешка». Очень часто этимологию этого слова возводят казахскому «бауырласуга», «бауырмасу», что значит «родница, брататься». То есть это вот такой вид кушанья, который способствует такой приятной беседе и способствует установлению тёплых отношений. Бауырсаки у казахских хозяек имеют разную форму. Классический шарик, круглый бауырсак, а ещё бывают квадратные, треугольные, пальчиковые, рваные. Оказывается, форма бауырсака далеко не случайна. Это блюдо достаточно уникальное и несёт в себе глубокий символический смысл. Дело в том, что казахский народ издавна очень почитал образ круга. И не случайно в произведении многих казахских писателей появляется именно этот образ. И когда казашки выпекают бауырсаки, то они делают его обычно двух форм – либо в форме круга, либо в форме квадрата. Так вот, в первом случае, выпекая бауырсаки в форме круга, они тем самым подчёркивают гармоничность мира. И протягивая бауырсак к своим гостям, они как бы предлагают присоединиться к этой всеобщей гармонии, ощутить красоту и величие жизни. А выпекая бауырсаки в форме квадрата, который символизирует собой единство, согласие, то, безусловно, тоже же выражается опять-таки национальная черта к дружелюбию, миролюбию, гостеприимству. И тоже в этом заложен свой особый смысл. Рецептов приготовления бауырсаков существует множество. Тесто можно делать на молоке, айране, оно может быть дрожжевым и бездрожжевым. Кусочки разной формы, отрезанные или оторванные от колбаски теста, жарят в большом количестве масла. Раньше бауырсаки жарили только на бараньем жире. Тогда они снаружи покрывались тонкой масляной плёнкой, а внутри всегда были мягкими и надолго сохраняли свой вкус. Считается, что в национальной кухне, как в зеркале, отражается душа народа, его традиции и обычаи. Бауырсаки сопровождают нас всю нашу жизнь, напоминая о ласковых руках бабушки и мамы, о беззаботной паре детства. С вами была рубрика «Сокровище искусств». Хорошего дня! Спасибо, Галия! Спасибо, Зара! Отличные бауырсаки! Спасибо! Кстати, на чём тесто? На молоке. А у меня бабушка делает на Иране, и у неё бауырсаки получаются такие круглые, как шарики. Я сразу детство вспомнил, так она будила нас запахом свежей выпечки. Договорились! В следующую пятницу напеку тебе щельпеков. Ну а пока пора работать. Хорошо. 7 августа вошло в историю как день преодоления морских просторов. Лин Кокс впервые добралась в плавь из США в Россию. Американская спортсменка, проведя в 6-градусной воде 2 часа 6 минут, преодолела 4 160 метров Берингово пролива от американского острова Малый Диамид в штате Аляска до российского острова Большой Диамид. Этот сенсационный заплыв стал звёздным в карьере 30-летней экстремалки. Хотя на её счету к этому времени уже числились несколько удивительных рекордов. Она первой в мире проплыла в студённой воде Байкала за 4 часа 18 минут около 18 километров. Это уникальное событие попало в Книгу рекордов Гиннесса. В 1972 году Лин Кокс за 9 часов 57 минут переплыла Ла-Манш. А в 1975 она стала первой женщиной, покорившей пролив Кука, разделяющей острова Новой Зеландии. В 1976 – Магелланов пролив, а в 1978 – в кишащих акулами водах. Кокс обогнула мыс доброй надежды. Тема удивительных событий продолжит дайджест зарубежных новостей. Сумочки Биркин из крокодиловой кожи могут вскоре стать безымянными. Актриса и певица Джейн Биркин попросила руководство модного дома Эрме не упоминать ее фамилию на своей продукции, пока компания не начнет использовать при изготовлении сумок, цитата, «методы, соответствующие международным стандартам». Негодование актрисы вызвал опубликованный накануне доклад организации «Люди за этичное отношение к животным», в котором описывались жестокости крокодилиев-ферам, которые поставляют кожу рептилий для дома моды Эрме. По легенде, имя Джейн Биркин появилось на продукции бренда после того, как актриса познакомилась в самолете с главой дома Жаном Луи-Дюма и пожаловалась на нехватку вместительной сумки. Вскоре Биркин получила подарок. Сегодня такие сумочки стоят десятки тысяч долларов. В июне на аукционе «Кристис» экземпляр из крокодиловой кожи с бриллиантами был продан за рекордные 222 тысячи долларов. Ведущий дает обратный отчет, и десятки кулинаров, засучив рукава, приступают к изготовлению гигантского бутерброда, известного в Мексике под названием «Торта». Повара не жалели продуктов. Тысячи кусков хлеба, килограммы овощей, сотни сосисок и десятки литров различных соусов ушли на этот рекордный сэндвич. В результате получилась торта длиной 65 метров 23 сантиметра и весом 1600 килограммов. Причем на ее изготовление ушло всего около трех с половиной минут. Наша цель – поддержать небольшие частные компании. Сегодняшняя акция прошла успешно. Вы можете попробовать торту с разной начинкой от разных производителей. Вы сами видите, какая она у нас огромная. И посетители с удовольствием воспользовались возможностью попробовать кусочек гигантского сэндвича. По словам организаторов, мероприятие посетили более 300 тысяч человек. Друзья, с вами утренняя программа канала Балемжане Маденеет Кайрлы Тан. И у нас в студии замечательные музыканты, солисты фольклорно-этнографического ансамбля Туран, преподаватели консерватории Серик Нурмалдаев и Максат Медиубек. Снова доброе утро, друзья. Пожалуйста, угощайтесь. Я, пожалуй, тоже один возьму и сразу же задам вопрос. Ансамбль Туран был создан по инициативе студентов в 2008 году, студентов консерватории. Прошло 7 лет. Что изменилось? Много всего. Потому что, во-первых, изменились сами мы. Мы это в душе всегда, когда разговариваем, мы это все замечаем, потому что мы выросли, мы стали более взрослее, мы стали более по-другому смотреть и на жизнь, и философствовать, как говорится. Потому что вы сами знаете, у нас все произведения, они очень философские. Они заставляют задумываться о многом в жизни. Поэтому творчеству ансамбля Туран каждый из участников, то есть каждый из нас, очень благодарны тому, что Бог подарил искусство. Искусство именно общее для нас. И возможность пропаганды национального музыкального. Да. И многие наши мечты, они потихоньку сбываются. Мы выпустили два альбома, третий такой сборник. Дали три больших сольных концерта. Третий был в Астане, в Центральном концертном зале в Астане. И в будущем хотим создать школу Туран, дай Бог. Это у нас все в голове, в мыслях, в идеях. Ну, дай Бог. Я тоже, кстати, хотела бы отметить, что за семь лет существования коллектива было сделано немало. И вы значительно расширили свой репертуар и дали прекрасные концерты. И увеличилась армия ваших поклонников. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в чем секрет успеха ансамбля Туран? Я думаю, во-первых, это сама музыка, которая нам помогает. Мы, когда работаем, мы всегда удивляемся, сколько же богатства казахского народа. Потому что этого всего показать миру всегда, конечно же, хочется. И вот этот внутренний патриотизм, он всегда у нас в таком состоянии. Когда хочется работать, хочется творить. То есть мы всегда мотивированы нашим казахским творчеством. И, мне кажется, это, так же, как Серег сказал, это любовь к народному творчеству, любовь к музыке и, мне кажется, это дружба. Это самое главное. А вот интерес к фольклору в разные времена проявляется у всех по-разному в обществе. Какова ситуация на сегодняшний день, на ваш взгляд? Интересы к фольклору? Я думаю, сейчас интерес очень большой к фольклору. Особенно в Казахстане, так как мы бываем за рубежом очень много, гастролируем. Там, понятное дело, там очень много людей. Они прямо относятся с трепетом, скажем так, к творчеству, к фольклорному творчеству каждого народа. Им очень это интересно. И каждый раз, когда мы даем концерты, залы просто наполнены до отказа. Аншлаги. Да, аншлаги полны. И сейчас мы это замечаем в Казахстане тоже. Потому что мы каждую неделю даем в музее казахских народных инструментов свои лекции, концерты. И опять же, залы всегда заполнены. Радует одно, что контингент приходящих людей, то есть зрителей, это молодежь. То есть молодежь проявляет огромный интерес именно к нашему национальному искусству. И старшее поколение тоже то же самое. Вот родители приводят своих маленьких детей, чтобы они послушали вот концерт наш. И после они всегда вот берут визитки, чтобы обучить своих детей. Приходят, обучаются. Вот интерес такой большой. И отсюда наверняка вывод создания школы. Да, сейчас у нас наработанных, как бы сказать, учеников очень много. И их собрать в одно русло. Серик Максат, мы непременно продолжим нашу беседу. Ну а пока давайте посмотрим сюжет о том, что можно будет увидеть в ближайшие выходные на телеканале «Былим Женя Мадинет». В субботу, 8 августа, на телеканале «Былим Женя Мадинет» зрителей ждет красивая и трагическая история любви. Кто это? Дочь Лесничева. «Мой ласковый и нежный зверь» – экранизация повести Антона Павловича Чехова «Драма на охоте». Вы знаете, мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь. И что я буду в раю. Действие разворачивается в 80-х годах 19 века. Дочь Лесничева, юная Оленька, на первый взгляд ангел во плоти. Однако позже выясняется, что она не по годам расчетлива и тщеславна. Желая избавиться от нищеты, девушка выходит замуж за стареющего вдовца. Да, ты хуже. И подлее всех. Но в день своей свадьбы она признается в любви совсем другому человеку – Сергею Камышеву, которого блестяще сыграл Олег Янковский. Я тебя люблю, Сереженька. Люблю. Превосходная драматургия и режиссура Эмиля Латяну, сильнейшая игра актерского состава и потрясающая музыка Евгения Доги делают фильм «Мой ласковый и нежный зверь» шедевром советского кинематографа. Кстати, знаменитый вальс, мелодия которого известна многим поколениям зрителей, Евгений Дога написал всего за одну ночь. Уже завтра в 13 часов у вас будет прекрасная возможность вновь посмотреть одну из лучших драматических картин прошлого века. Образ великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева стал источником вдохновения для многих писателей, художников и композиторов. Опера Абай десятилетиями не сходит со сцен театров. Эпопея Мухтара Уэзова – это целая энциклопедия жизни казахского народа. Эпопея Мухтара Уэзова – это целая энциклопедия жизни казахского народа. В 1995 году режиссер Ордака Меркулов совместно с французскими коллегами снял фильм «Абай». Эта двухсерийная лента представляет собой объемное повествование о жизни казахской степи, быти, родовых и человеческих отношениях в том обществе, где проходила юность поэта. Во все времена искусство слова, ораторские качества высоко ценились среди кочевников. Самым первым человеком, открывшим мальчику богатство родного языка, была, конечно, бабушка Зире. Подрастая, «Абай» с упоением слушал акынов и мудрых старейшин, впитывая в себя их поэтические сказания, и подражая им, стал сочинять свои первые стихи. Один из гостей отца, знаменитый поэт того времени Дулат, распознал в юноше искру таланта и благословил будущего мастера слова. Произведение «Абая» и сейчас вдохновляет молодое поколение на служение своему народу, поддерживает в нем стремление к просвещению, знаниям, к развитию нации через культуру. В фильме снимались Габиден Турекбаев, Тунгышбай Джаманкулов, Димаш Ахимов. В воскресенье 9 августа в 19 часов вашему вниманию эпическая драма «Абай». В духе предков, помогите нам. Вот такие фильмы вы можете увидеть на нашем канале в ближайшие выходные. И, кстати, сегодня в 21.00 не пропустите ток-шоу «Золотая середина». Выпуск посвящен теме качества современных экранизаций литературных произведений. Ну а мы продолжаем разговор с Сериком Нурмалдаевым и Максатом Медиубек. Расскажите, пожалуйста, кто такие мультиинструменталисты, как ими стать? Ну вы знаете, мультиинструменталисты – это те люди, которые владеют игрой на нескольких инструментах. Допустим, у нас в составе артисты, солисты ансамбля Турана – все мультиинструменталисты. Это откуда идет? Когда мы обучались в консерватории, в школах, допустим, у нас был интерес к народному творчеству. Это инструменты, национальные инструменты. Домбра, Коблычи и так далее. И вот в консерватории есть такой предмет – изучение фольклорных инструментов. Дополнительные инструменты. И раз мы начали обучаться, вот, Шанку, Бузу, Сосорная, кто на каком инструменте. Допустим, Серик у нас по специальности он дамбрист, бакалавр, да, закончил. Но он сейчас также один из передовых, скажем так, исполнителей на СОБЗХ, хотел сказать, СОБЗГистов. Баужан – дамбрист. Вот Ирджигат, он тоже дамбрист, но владеет инструментом джетекен, допустим. Также вот Санкшанку, Бузы, Сосорная, Горловой, Пенед, Дамбрашинг, Леги и так далее. Все инструменты. Вот это мы всему нас обучили. Естественно, и мы сами, как бы, проявили интерес, и сами тоже начали уже другие, как бы, инструменты уже изучать. Меня всегда восхищает вас, ваша мобильность, ваша увлеченность творчеством. Вот Серика я знаю очень давно, человек прекрасно знает тайм-менеджмент, грамотно всегда распределяет свое время. Мне всегда интересно, как вы совмещаете концертные поездки, выступления с преподавательской деятельностью в консерватории? Наверняка это очень сложно. Отвечай. Это на самом деле очень сложно, так как учебный процесс, он непрерывен, он не должен прерываться, так как, вы сами знаете, студенты за неделю должны обязательно получить как минимум три урока, да? А иногда с нашими-то графиками это не получается. Но спасибо большое нашим преподавателям, спасибо большое нашей кафедре, спасибо большое нашим студентам, которые очень талантливы, которые нас хорошо понимают и всегда с успехом выступают на всех концертах и показывают весь труд, который вложим в них. А у меня вот вопрос, наверное, и к ребятам, и к Заре, как к музыкантам. У артистов балета, например, если ты пропускаешь одну репетицию, то тебе нужно три дня минимум для того, чтобы нагнать и догнать остальных ребят. Есть ли такое понятие у музыкантов? Обязательно, конечно. Обязательно. А что происходит? А у нас мышцы. Мышцы болят, у нас пальцы болят, мы не можем ни инструменты держать в руках, ни играть. Потому что, и вот всегда говорится, да, мы даже сами иногда удивляемся, потому что инструмент – это единое целое вместе с музыкантом. То есть, если ты на нем не играл, он тебя уже дальше не слушается. Обидится. Обидится инструмент. Друзья, ну и в завершении нашей беседы. Какие творческие планы у фольклорно-этонографического ансамбля «Туран»? Планы, на самом деле, расписаны задолго вперед, потому что сейчас нас ждут буквально за эти полгода уже 3-4 фестиваля. Как я угадала. Потом мы в планах у нас выпуск третьего нашего альбома сольного. Хотим мы чуть-чуть по-другому сделать много-много сюрпризов для наших слушателей. Друзья, мы были рады видеть вас в нашей студии. Огромное спасибо за прекрасное интервью, позитивный настрой и великолепное исполнение. Спасибо вам. Творческих успехов. Увидимся в будущих выпусках программы «Кайрлотан». Новых побед. Спасибо. Всего вам хорошего. А мы, Зара Исинаман и Чингис Капин, желаем вам приятных выходных. Увидимся в понедельник на канале «Былим Жени Мадинет». Доброго утра и хорошего дня.